всем привет здравствуйте с вами классно не думала что такой час будут присоединяться сразу же люди классно сейчас мы подключим евгений это наш эксперт профессионал в области дублирования мне очень нравятся такие узко специализированный профессионал потому что как правило они знают своей сфере абсолютно все и поэтому у вас есть уникальнейшая возможность спросить у евгении все что вас беспокоило волновало то что вы стеснялись спросить у других у дублирование потому что кажется в начале что вроде что такого сложного приложил дублерин сверху ткань и приклеил с горячим утюгом но на самом деле на практике возникает огромнейшее количество сложностей у меня тоже их было огромное множество поэтому все вопросы которые у вас есть которые накопились можете задавать сегодня евгении подключаемся здравствуйте так пытаюсь чтобы ну немножко я буду с обрезанной головой так всем большой большой привет так эфир я провожу дома не в офисе у меня есть еще офис но я думаю это важно так ладно я буду без маски не вижу я чтоб тут я могла маску сделать буду такая естественно я очень рада что у нас все получилось мы организовали да потихоньку люди присоединяются я могу немножечко прям пару слов рассказать о себе потом поедем по вопросам да будет классно ну если коротко я всю свою сознательную жизнь и даже не сознательную в швейной области и естественно у меня есть швейное образование работала я в разных областях работала в ателье работала и в таком небольшом производстве мелкосерийном и на массовом производстве работала конструктором модельером ну конечно же руки они постоянно просят иголку ткани я естественно шила для себя для своих знакомых то есть у меня был период когда я шила на заказ но это было не прям очень продолжительно потому что это было параллельно с основной работой это была большая нагрузка вот то есть я потом это оставил но суть в чем в том что несмотря на то что я специалист была даже с корочкой я постоянно мне не хватало информации по поводу дублеринов я не понимала как их выбирать приходя в магазин я себя чувствовала не не уютно не удобно я не понимала какой как ну вот беру какой есть но что получалось получалось так что я хотела один результат изделия а получала другой да то есть я не учитывала свойства ткани я подбирала дублерин без учета свойства ткани без учета тех задач которые я хочу меня в результате чтобы получились в изделии я не учитывала совершенно особенности дублерина особенности основы дублерина особенности клея, дублерина, переплетения, в общем-то, много чего есть, что нужно учитывать. И я попадала в просак, да, я попадала в дефекты. Какие дефекты? У меня, ну, мало того, что у меня получалось иногда, что какие-то клообразные формы, а я хотела более мягкое, хотя мне казалось, что будет вроде мягко, да, то у меня получалось рост дублирования, да, то есть когда я вроде бы приклеилась, я на глазок вижу, что они соединились, но в процессе пошива уже к концу изделия я смотрю, что у меня, ну, как бы он на волоске там держится, держится там, я не знаю, на оверлоке, это обтачка продублированная, да, а сам дублерин отслоился. И мой мозг, он в течение многих лет, он как бы фокусировался на этой проблеме. И я собирала, скажем так, данные. Вот мой фокус внимания, он был очень долго на эту проблему. Потом жизнь моя немножко повернулась, я стала работать в текстильной компании, сначала в одной, потом в другой, и благодаря этому у меня получилось погрузиться в мир технических материалов глубоко, то есть изучить их свойства основы, изучить свойства клея, изучить вот все их особенности, благодаря тому, что я могла задавать вопросы технологам, и стала, и была очень удивлена тому, что, как бы, почему производители вот этих технических материалов в курсе этого, а вот мы, те, которые их используем, да, мы вообще не в курсе таких нюансов, потому что это так важно, это так важно, именно нам важно, да. Но я нигде не видела об этом литературы, мне это не преподавали на материаловедении, соответственно, в учебном сведении, вот, к большому сожалению. Поэтому, ну, как бы, очутившись в декрете, я просто начала систематизировать свои знания, начала выстраивать структуру, и потом я стала преподавать в школах шитья офлайн. Про онлайн я вообще была, это целая история, это как я выходила в онлайн, я вообще не знала, что такое Инстаграм, вот, то есть я просто преподавала материаловедение, все свойства основных материалов, и плюс клеевые, и показывала эту свою методику. Ну, и потом, через какое-то время, я как бы вот, меня пинком подружка сказала, «Ты чего, такая информация, надо её подразумевать миру, надо делиться миром». Ну, и как бы вот я шагнула на этот путь, начала рассказывать о клеевых материалах, и так родился мой курс, курс по дублированию, и потом уже впоследствии родился сайт «Дублерин.Инфо», на котором я представляю свою коллекцию дублеринов, которые я собираюсь со всего мира, самые лучшие экземпляры, которые проходят просто миллионные проверки, тесты по моей, опять-таки, методике. Классно. Я вот заметила, что у многих такая точка роста — это время декрета, когда переосмысление какое-то происходит, и бифуркационная точка, когда решаешь, выстрелить или наоборот. Может, это время, когда ты, можно сказать, один на один с собой, ну, может, мы не в ту область уходим, но мы девочки, без этого никак, да? Мы один на один с собой, и мы углубляемся вот в понимание, что я умею, что я хочу, что я могу, что я накопила вообще, кто я, с чем я вообще, какой багаж у меня. И оказывается, да, мы находим такие… Ну, я никогда в жизни не думала, что у меня будет сайт с дублеринами, но, честное слово, ну, даже планов таких не было. Классно. Ну, уникальный просто магазин я не встречала раньше в специализированных магазинах по дублеринам, ещё и с такой любовью и трепетом собранную по всему миру. Вообще классно очень. Ну, такая молодец. Ну, я действительно окунаюсь в своё студенческие годы, когда я ходила по магазинам, я была такой растерянной, я такой была запуганной, потому что я реально ничего не понимала. Я хожу, если с основной тканью ещё хоть как-то понятно, то с клеевыми материалами, ну, просто вообще какая-то вот дыра, дыра информационная. Вот, поэтому я окунаюсь туда, в своё прошлое, и чувствовала, что мне нужно, как опорные точки, что мне нужно. Вот, поэтому так оно всё и случилось. Спасибо огромное. Мне очень приятно, что это видно, что я вот действительно с такой любовью. Эта обратная связь, она, конечно, меня подпитывает. Спасибо. Ну, вот самый, наверное, часто задаваемый мне вопрос, и вопрос, который у меня возникал, как правильно приклеивать дублерин? Можно ли использовать пар или только сухим утюгом? Если сухим утюгом, то с какой температурой? Выставлять ли на максимальную? Надо ли накрывать чем-то? И чем накрывать поверх дублерина? Да, Гульнас, прям очень сразу много вопросов. На каждый из вопросов нужно очень подробно отвечать, поэтому давай начнём с того, что вообще как выбрать. Вообще, кстати, мой курс, он называет «Секреты дублирования», то есть вообще как правильно дублировать. И начну с того, что вообще правильное дублирование, оно складывается из нескольких составов. Вот что такое правильно, что такое качественное дублирование, что это вообще за такой показатель? Это не показатель, вот как красиво. Вот мы смотрим на картину, она красивая или некрасивая. Ну, то есть у каждого своё мнение. А карель… Вот кажется, что качественное – это такое же, как красивое, да? Вот нет. Качественное дублирование – это показатель, у которого есть цифра. Вот так же, как раствор выточки. У раствора выточки есть определённая цифра, которую мы меряем линейкой. И вот качественное дублирование – это дублирование, которое измеряется инструментом, у которого есть определённый норма, уровень. То есть, например, 3,6 – это некачественно, это я пример сейчас просто. А там 8,15 – всё, этот уже показатель нормы по инструменту относится к тому, что ваше дублирование будет качественным. И что это значит качественным? О чём это говорит? О том, что не будет раздублирования после стирки. То есть, если показатель там 3,6, то будет раздублирование на инструменте именно. Потому что есть инструмент, как я уже сказала, как линейкой мы меряем выточку, также есть инструмент, который измеряет, насколько сильно соединение произошло. То есть я вот хочу вот эту основную мысль донести, что этот показатель, он измеряемый. Измеряемый не на глазок, не подковыриванием, как-то вот так берём и вот так отрываем. Всегда так делали раньше. Да, вот и для меня качественное дублирование – это показатель, который проверяется именно инструментом. Потому что мне иногда кажется даже… Я вот вроде бы уже всё, наверное, всё, вот точно хорошо приклеилось. Беру свой инструмент, а там прям показатель на грани, на грани той нормы, которую нужно всё-таки увеличить. И я там делаю несколько действий, которые мне повышают на несколько показателей этот уровень, и всё, я довольна качеством. То есть начнём с того, что это показатель, который вообще можно измерить. Дальше перейдём к тому, что как выбрать. И выбираем мы… А, нет, немножко в другом. Спросить. Вот вы сказали про инструмент, а что это за инструмент? Просто вы, наверное, заинтриговали всех теперь. Да, заинтриговала, но не могу про него сказать, потому что… А, он… Ага, авторская методика на курсе. Да, авторская методика на курсе. Ну-ка, это мой хлеб, я не буду этого засняться. Понятно. Я просто думаю, это может какая-то штучка, которую вы там прикладываете, как температуру замерить, например. Это нет. Про термополоску мы поговорим. Это один из инструментов, про который я говорю бесплатно. Но есть ещё инструмент, который показывает цифру, силу соединить. Про него я говорю и выдаю только на курсе. Потому что даже если вдруг, ну там, вы где-то узнаете, я не знаю, про этот инструмент, где-то увидите, подсмотрите, в общем, не знаю. Суть в том, что даже если вы его вдруг найдёте, он у вас будет, но вы не будете им правильно пользоваться, то никакого эффекта вы не получите. Потому что нож, можно по-разному пользоваться ножом. Любым инструментом нужно правильно пользоваться, правильно применять и правильно интерпретировать результаты. Но я ещё какую важную вещь хотела сказать. Вот это вот мы определились с понятием, что такое вообще качественное дублирование. Теперь оно складывается, то есть качественное, то, которое измеряется инструментом. Теперь, чтобы его достичь, важно два компонента, важно два составляющих, вот на чём у меня и базируется моя программа. Первый шаг, первая часть, которую нужно обязательно, правильно, безукоризненно делать, это выбор. Правильно выбирать дублевет. И вторая нога, на которой стоит вся моя методика, это правильный процесс, правильно делать последовательность действий, потому что она у меня другая. И вот тогда, когда есть два компонента, получается та самая нужная цифра на инструменте. Если мы могут, например, у меня ученицы некоторые, так, не выполняют домашку по первой части, поверхностно относятся к ней, выполняют вторую, ничего хорошего из этого не получается. Потому что важны две ноги. Нельзя каждому уделить какое-то такое поверхностное значение. Вот, поэтому правильный выбор и правильная методика. И тогда уже мы получаем результат. Что касается выбора, я очень много про выбор говорю абсолютно открыто, абсолютно дотошно, насколько вот это возможно. Вот, и сегодня мы это разберём. Как же выбрать? Интересно же? Да, очень интересно. Всё-таки вот приходим, и вот пять вариантов, какой выбрать. Или два варианта, ну, какой выбрать тоже. Даже из двух непонятно, какой выбирать. Да, а не просто написано, что это просто дублерин. Никаких там характеристик. Очень часто в магазинах выкроек я вижу рекомендации. Возьмите дублерин, там, 35 грамм. И всё. Да, иногда по весу рекомендации. Но этого на самом деле недостаточно, потому что по весу, если выбирать дублерин по весу, можно, ну, там, вариантов пять как минимум есть с таким весом дублеринов, но они все будут очень разные по своим свойствам, по эластичности, по клею, по переплетению. И они будут давать совершенно разный эффект. Поэтому опираться на один вес – это не совсем грамотно. Важно, я как рекомендую делать, как же понять, какой дублерин вам нужен. Когда мы смотрим на изделие, то есть мы уже выбрали конкретное изделие. Мы знаем, что я вот буду шить такой-то жакет. Мы уже в голове его представили. У нас уже есть эскиз. Да, мы уже его подготовили. Плюс мы уже подобрали ткань хотя бы примерно в каком-то магазине. Мы уже знаем, что это будет там из твида. Или мы знаем, что это будет из, там, я не знаю, из джерси жакет. То есть мы уже четко понимаем, что это не какой-то там, я когда-нибудь какой-нибудь сошью жакет. Нет, я шью жакет, например, именно шанельку, именно из твида. Или я шью жакет именно такой достаточно прилегающий из джерси, например. То есть мы четко понимаем форму, и мы четко понимаем, какая у нас ткань. И вот тогда мы задаем такой вопрос. В данном изделии, из данной ткани, я хочу что сделать? Изменить свойства ткани? Или я хочу подчеркнуть свойства этой ткани? Да, классно. По примерам, если пройтись. Отвечая на вопрос, если я шью жакет из твида. Я хочу изменить свойства ткани? Ну, в принципе, я хочу и подчеркнуть свойства ткани, но изменить придется, потому что жакет из твида – это однозначно достаточная форменность. Особенно в плечевой части, в рукаве, это не совсем прилегающий силуэт. Это иногда мы даже плечо увеличиваем. У нас бывает, поскольку сейчас это модно, увеличенное плечо. Вот, поэтому мы понимаем, что нам однозначно надо создать форменность. Но мы хотим, чтобы это не было полообразным, мы хотим, чтобы мягкость сохранилась. Поэтому мы выбираем дублерин, который будет приблизительно 60-70 грамм. Это мы пока только по громажу определяемся, только по громажу. То есть, который будет приближен по своему весу, по плотности, к плотности ткани. А если, например, я шью жакет, это мы сейчас только по первый пункт начали разбирать, мы еще клей не разобрали. Да, то есть, вот поняли, что нам по весу нужен, и потом мы анализируем, сейчас мы подойдем к этому, подходит ли клей. Например, если я купила в интернет-магазине ткань, уже не джерси, давайте такой очень показательный будет пример. Купила в интернет-магазине ткань, я ее сама не трогала, вот по картинке выбрала, ткань ко мне приходит, и я вижу, что ткань, она сама по пластике все-таки тонковатая, из нее бы платье. А у меня цель вот именно такой пикет в пиджачном стиле, с мужского плеча, например. Я бы сказала, что моя цель, ну, она не будет, если ее не продублировать, достаточно плотным дублерином, она просто очень будет много складок, он будет неформенный, в общем, задача будет не та, эффект будет не тот, который я хочу. Поэтому задача у дублерина какая должна быть? Это максимальная форменность, мне нужно изменить свойство ткани. То есть за счет правильного выбора дублерина я хочу изменить свойство ткани. Я выберу дублерин, который будет очень плотный, там 70, иногда даже 80 грамм, для таких пиджаков, жакетов будет прекрасно смотреться. Это первое место, я по весу определила. Потом я смотрю на точку, на клей, мне нужно посмотреть. И вообще очень важно выбирать по технической характеристике. Вот то, что я сейчас говорю, вот это я достала характеристику из пакета. Любой дублерин вы приобретаете, когда его на сайте, сейчас я обратно его поставлю, чтобы показать. Вы его получаете вот в такой вот упаковочке, с зип-замочком, и здесь описание. И здесь, соответственно, вот отрез у вас есть. И очень важно смотреть на это описание, читать его, что обозначают цифры. То есть вес, плотность мы определяем, как я уже сказала, вот по такому вопросу, я хочу изменить свойства ткани или я хочу подчеркнуть свойства ткани. Дальше мы смотрим на клей, подходит ли клей к нашей данной ткани. Потому что вы можете увидеть основу, ну там в разных магазинах, по фотографии будет одинаковая основа. Ну основа, я подразумеваю, вот внешний вид переплетения дублерина, да. А клей там совершенно разный, и выбор тогда будет разный. Поэтому смотрим на клей. Если у нас твит, если у нас ткани пальтовые или костюмные, но со склонностью к ворсообразованию, если у нас футер трехнитка или футер с начесом, то нужно выбирать количество точек, можете прямо записывать, до сорока восьми. До сорока восьми. Сорок восемь точек. Потому что если у вас точек девяносто пять, там, семьдесят, они могут, у вас будет соединение, но оно будет очень недолгим, оно будет очень непрочным. Поэтому там даже никакая методика, да, последовательность действий не поможет. Поэтому я и говорю, очень важно правильно выбрать. Если неправильно выбрать и сделать мои последовательности действий, никакого эффекта не будет. И то же самое, если правильно выбрать, но не учитывая нюансы последовательности, то тоже как бы гарантированного хорошего результата тоже не будет. Поэтому как бы вот два компонента. Если у нас, наоборот, ткань с креповым переплетением, если у нас ткань с атлас, сатин, очень она гладкая, если есть какая-то обработка, то убираем как можно больше точек. Минимум семьдесят, лучше девяносто пять, сто двадцать, сто восемьдесят и так далее. Вот, то есть это вот второй момент, по которому мы выбираем, подходит материал, подходит дублерин к нашему материалу или нет, подходят ли они другие. Потому что иногда меня спрашивают, Жень, какой вы дублерин любите? Ну никакой, потому что мне нравится, когда они подходят друг к другу. Да, все должно, так же, как и люди, нет хороших, плохих людей. Есть просто люди, которые, ну, не сочетаются друг с другом. Есть люди, которые подходят друг к другу. Так же, как и дублерин с тканью, бывает, что они просто не подходят друг к другу, именно этот дублерин не подходит конкретной ткани. Вот, конечно, мы смотрим на эластичность. На эластичность по основе, на эластичность по утку. И если мы, например, шьем, как я уже рассказала, пример приводила, жакет из джерси, да, джерси у нас эластичен по основе, и по утку он тоже эластичен. У нас жакет, то есть нам надо зафиксировать нить основы, особенно если у нас там прорезные карманы, если у нас петли, да, ну там кнопки, какие-то мелкие детали, нам однозначно их нужно стабилизировать. Потому что если вы их не стабилизируете, то, может быть, на примерке все будет неплохо, все будет хорошо, потому что вы произвели ВТО, но потом в процессе носки, в процессе стирки все это будут все лекальные формы, все вот те миллиметры, которые, над которыми мы так, над которыми все линии, которые мы так выводили, не продублировав детали, это все будет, ну, разрушено, да, это все будет неучено, поэтому, так, отвлеклась я, отвлеклась, мысль улетела. Вот, смотрим мы на техническую характеристику, да, смотрим на эластичность, да, какая эластичность у дублерина по утку, какая по основе, и уже учитываем, да, если у нас джерси, нам нужен дублерин максимально стабильный, и это у нас жакет, да, по основе, например, DR-40, у меня такой артикул, есть DR-40, и дальше я добавила еще цифру 76, чтобы сразу было понятно, что 76 точек. М-м-м, классно. Вот, да, мои артикула, они говорящие, мне хочется, чтобы вы к ним привыкли, привыкли, и уже сами, глядя на артикул, понимали, что он обозначает. D-дублерин, R, например, это Рашельный, Рашель относится к трикотажной группе, но это не так важно, это как бы вот эта вторая буква, даже если вы не ориентируетесь, ничего страшного. Дальше идет цифра первая, 40, это значит плотность или вес 40 грамм, да, вы уже все равно примерно прикидываете, да, какой он там плотности, да, уже есть у нас представление, что он так в средней плотности, а дальше цифра 76, то есть это цифра, которая у нас как раз по гладкости, по фактуре подходит для джерси, и вообще для трикотажа он прекрасен. Мы обратим внимание на всю техническую характеристику. как будто вы подвисли, а у меня вроде все нормально, а у вас? А у меня выборы пропали, и я остановилась. Ага, а сейчас все в порядке? Да, сейчас все хорошо, все вижу, слышу. И продолжаем. Про технические характеристики. То есть мы смотрим, когда выбираем на техническую характеристику, на плотность, на клей, да, количество клея, эластичность смотрим по основе, по утку, читаем описание, я стараюсь очень подробно писать, и это у меня старая характеристика, я ее обновила, еще больше добавила описание, еще больше примеров применения. И, конечно, есть блок, который посвящен дублированию, где я пишу, при какой температуре, при какой, в каком диапазоне времени тоже производить дублирование, потому что клей имеет совершенно разные характеристики, может иметь абсолютно разные характеристики, и это никак не заметить, это так же, как и все, белок. Так, опять пропало? Да, странно. Да. Так, ну сейчас видно все? Хорошо, продолжаю. В общем, мы смотрим обязательно на техническую характеристику, потому что от той температуры, на которой работает клей, мы будем ориентироваться, как нам дублировать. Вот, если мы видим, что у клея, например, написано температура, тут есть две температуры, наверное, обратили внимание, да, температура на утюге и температура между. Это две температуры, разные. Почему? Потому что у каждой ткани есть теплоемкость. Когда мы дублируем, мы выставляем, например, троечку на утюге. И чтобы нам понять, что это за троечка, какой там диапазон температуры, мы должны применить тест-полосочку. Я же отправила вам тест-полосочку? Получили ли я? Вот. Мы эту тест-полосочку на утюг, ну, то есть под утюг, на разогретой температуре, там, на два, на три, мы хотим понять, что это за диапазон температуры. Да, мы ее прижимаем, смотрим, ну, там, держим 5-10 секунд, не больше, больше не надо. И достаем ее. И смотрим, что она, например, показывает, что на тест-полоске там закрасилась до 140 градусов. Это значит, что тройка ваша на утюге, она соответствует температурному режиму 140 градусов. Так? Но когда вы дублируете, температура уходит в ткань, температура уходит в основу дублерина, температура уходит, ну, просто в воздух, то есть идет потеря этой температуры. И температура у клея, она уже будет другой, она не будет 140. И вот какая, она на глазок никогда не определить. Вот тоже нужна эта тест-полоска, которую мы используем во время дублирования, когда мы ее кладем между слоями, и она нам показывает, какая реальная температура. Потому что у меня были случаи, когда я на прессе был случай, да и на утюге тоже был случай, я дублировала лен, у меня была выставлена температура вообще 180 градусов, но реально, когда я достала полоску, у меня было где-то 130 градусов, то есть потеря была очень неимоверная. Но лен, он относится к волокнам, которые очень теплоемкие, очень много на себя берут температуру, поэтому это нужно учитывать. И если, на такой еще пример важный, если мы работаем, например, с эко-кожей, мы должны понять, мы должны протестировать, что из себя представляет эко-кожа, на какой температуре с ней можно работать. Потому что может произойти так, что вы купили любой попавшийся дублерин, который у вас есть, который был в соседнем магазине, пришли домой, начали пробовать кусочек, тестить кусочек самой эко-кожи, еще не берем дублерин, просто берем эко-кожу и смотрим, что она из себя представляет. И мы видим, что на тройке она плавится, то есть она портится. То есть нам не работать на тройке. А на двойке, когда мы снижили режим, все хорошо, эко-кожа чувствует, когда нормально, она податливая, и можно дублировать на этом режиме. Но режим 2 это 100-110 градусов. Да, получается. приблизительно, я беру среднее по утюгам, у всех по-разному, но среднее по утюгам это 110 градусов. Но вы взяли дублерин, ну, как я уже сказала, который, ну, какой был в магазине, тот и взяли. А у него может быть температура дублирования 120-140 градусов. Да, конечно, не видно, но, в общем, вот этот сейчас у меня артикул, у него температура работы клея 120-140 градусов. И что получается? Я его буду дублировать, я буду этот дублерин приклеивать, и у меня ничего не получится. Просто потому, что я не учла, что мне нужен дублерин, у которого клей реагирует при температуре вот на вот этой двоечке, 100-110 градусов. то есть нужен низкотемпературный дублерин. И вот эти вот все нюансы, их нужно, конечно же, учитывать перед тем, как мы шьем изделие, перед тем, как мы дублируем. Нужно испытывать ткань и понимать, что она из себя представляет. Вот. Я так много говорю, я не знаю, мне хочется очень много информации выдать. Я надеюсь, я вас не запутываю, не гружу. Вот. И надеюсь, тоже понимаете важность всех этих нюансов. Если у вас в процессе появляются вопросы, кстати, вы можете писать. Может быть, у вас есть какие-то накипевшие моменты на практике. Возможно, с чем-то сталкивались, с проблемами всё, спрашивайте. А вот у меня возник вопрос. Если я пойду в этот возле дома магазин тканей, как мне попросить дублерин, если там вообще ничего не написано? Лучше, получается, там не рисковать и не покупать, что ли? Ну, есть такой вариант, да, если очень хочется покупать в магазине, который около дома, да, вы можете попросить. Не факт, что вам дадут, всё зависит от контактности продавца. Просто нужно понять, что в магазинах тканей не работают люди, у которых есть образование в материаловедении, да, у них, ну, к сожалению, нет таких знаний. Хорошо, если они вообще, в принципе, шьют и имеют хоть какое-то представление о том, что это за материалы, и там пробовали хотя бы. Вот, но суть в том, что они просто не хозяин магазина, не продавец, они просто не в курсе этой информации считают неважной и не запрашивают техническую характеристику у производителей, у фабрик. Именно с этим это связано. Поэтому, если вам это очень важно, вы можете с ними как-то договориться. Может, могут ли они запросить у этих фабрик, с кем они работают, техническую характеристику, да, и тогда там, её вам через какое-то время предоставят. Поэтому тут как бы если вы хотите, всегда можно договориться. Да, ну, проще уж на сайте вас заказать, тем более, что онлайн-доставка. Да, я буду очень рада, да. Договариваться с магазином это будет очень сложно. Ну, тут от человека зависит. У меня были ученики на курсе, да, которые им вот принципиально было, и они прям докапывались, договаривались, требовали товарведа, вот, и как бы через какое-то время им предоставляли эту техническую, они мне присылали, потому что там не всё было понятно, она не русифицированная, да, она была на нерусском, естественно, языке, и что-то приходилось переводить, вникать, но она была, ну, как бы достали её, да, она была вручена. Это, наверное, исключительный случай всё равно. Да, это у меня одна девушка, которая, вот, ей прям очень захотелось разузнать, да, в это вникать. Я, ну, я отношусь хорошо к любому варианту. Я буду рада, если вы будете у меня заказывать, я буду рада, если вы будете где-то заказывать и будете в этом разбираться. Ну, вот, я вас заказала, мне очень понравилось, я теперь ваш клиент постоянно. Я очень-очень рада, очень. Ну, очень классно, я просто в восторге от вашего магазина, на самом деле, прям искренне. Вы большая молодая, что создали такой кодовик. Ну, очень классно, короче. Надо мне пересматривать эти эфиры, потому что иногда хочется всё бросить и уйти, я не знаю, куда-нибудь уйти. Да, это все так. Вот мне тоже напишут хороший комментарий, и уже и хочется снова работать дальше и создавать что-то. Так что вообще обратно здесь, оказывается, это очень важно для поддержания. Это 100%, это 100%. Конечно, лучше всё равно основываться на своём, ну, на своей истинной миссии, что вот я хочу. Но это как ни крути, оно вот подпитывает и даёт больше сил. Вот всё равно, да. Поэтому я очень понимаю. Ну, все примерно в одной упряжке, кто работает на себя. Да. А вот ещё такой вопрос возник в магазин, если зайдёшь, тоже там есть дублерин позиция и флизелин. Хотя иногда, ну вот кажется, что флизелин это тонкий клеевой материал, а дублерин это потолще, но иногда встречаешь настолько тончайший просто вуаль, нежнейшая, такая полупрозрачная, полотно дублерины, и не понимаешь, а почему это дублерин, а не флизелин. Вот можете, пожалуйста, этот вопрос раскрыть? Да, Гульнас, конечно, писала пост на эту тему, периодически пишу и высказываю своё чёткое, принципиальное мнение, разницу между флизелином и дублерином. Вообще, давайте разберёмся, в чём разница дублерин и флизелин. Первая разница, это, конечно, в способе производства, это совершенно разные производства. Но вы скажете, зачем мне разбираться в производстве, если мне важно, вот как я его применяю. Да, я согласна, но я просто крохи расскажу из того, как производится флизелин. Флизелин – это волокно, то есть сначала, оно может быть коротким, длинным, средней длины, но это всё равно волокна, которые скреплены между собой каким-либо способом. Они, ну, там разные способы есть, клеевые, термические, иглопробивные, короче, очень много способов, как эти тоненькие волокна, короткие, скрепляют между собой, то есть это полотно из волокон, и потом его соединяют. Прямо упрощённо, упрощённо говорю. Но суть в том, что флизелин, волокно, да, скрепили, и его всегда можно разорвать. С большим, меньшим усилием, по основе или пудку, но он имеет разрывную нагрузку, как бы разрывная нагрузка, износа стойкости его не особо, невысокая. Если говорить про дублерин, это всегда сначала нить, да, потом полотно, либо там его вяжут, этот рикотажный дублерин или расшельный, либо его ткут, этот каный дублерин, но это всё равно полотно, полотно, это всё равно ткань, да, на которую потом наносит клей. Поэтому износа стойкости у них принципиально разная в разы, принципиально в разы. И флизелин, я к нему не отношусь плохо, я не говорю, что не используйте флизелин. У флизелина есть свои задачи, у флизелина есть своё назначение. Флизелин это материал, который имеет низкий тенни, который в производстве сам по себе менее затратный, да, это эконом вариант. Если вы производите, вы там бренд, который производит, я не знаю, масс-маркет, у которого уровень низкий, то значит используйте флизелин, и у вас цель снизить бестоимость, да, или вы вдруг производите какой-то материал, ну, я не знаю, что можно такое шить, что где вам не важна стоимость его, где вам ну, не так важно качество, да, то используйте флизелин, почему нет? Но если мы говорим про индивидуальный пошив, если мы говорим про шитьё себе любимым, если мы хотим люкс, да, то однозначно дублерин. Флизелин, ещё я могу как бы понять, когда мы шьём изделия, которые не будут стираться, и которые мы понимаем, что там, я не знаю, на один сезон, а потом всё, например, детское пальто, вот детское пальто, и она знает, что она не будет это пальто передавать своим следующим дочкам, она там поносит, и она, ей не важно, что она там дальше с ним будет, она его один сезон поносит, ну, максимум два, стираться на это пальто не будет, ей цель, ну, там, сэкономить было бы неплохо, ну, пожалуйста, продублируйте флизелином. Классно, спасибо, что вы разъяснили, потому что я знаю, у всех и новичков, и не у новичков вот этот вопрос постоянно возникает. Вроде флизелин работает, но на деле непредсказуемый результат может быть. Если сравнить, вот продублировать одну деталь флизелином, другую дублерином, тоже, есть тончайшие дублерины, правильно вы сказали, 18 грамм, которые, они создают эффект вообще не дублирования, но они прекрасно стабилизируют ткань. Вот у меня лён, прям вот выходные начала шить топик, у меня лён, он вот прям весь едет, он такой вот рыхлый, всё рассыпается, прям срезы ужасно рассыпаются, но ткань плотная, я не хочу, чтобы она была плотной, и хочу, чтобы она такой же осталась, мне надо стабилизировать хоть как-то, иначе у меня просто все припуски даже осыпаются, даже раскроить не могу, у меня всё, весь рисунок, весь перекошенный, вот, то есть мне это значит надо стабилизировать. Я стабилизировала как раз вот этим вот дублерином, который самый тончайший, 18 грамм. И я удобно краила, я мне, то есть ткань у меня сохранила все свойства, срезы перестали осыпаться, я довольна просто как-то. Вот. То есть он выполнял свою функцию. И я не договорила к тому, что если взять две детали и постирать одну пять раз, вот, которая продублирована флизелином, и постирать деталь, которая продублирована дублерином, ну, как бы разница будет очевидна. Вы уже через пять сетей увидите разницу, что флизелин начал пилинговаться, он уже, у него структура какая-то уже поменялась, она стала неравномерной, да, ну, то есть выбор очевиден. Поэтому я, вот, кто бы что ни говорила, это дело каждого, но мое мнение, я задумываю. Согласна. Вот я сейчас вспомнила, я однажды распарывала какой-то жакет из масс-маркета, и он уже носился, наверное, несколько сезонов, и я решила там что-то, может, починить или изнанку посмотреть, и я распорола, вывернула, увидела, что флизелин просто закатался в огромные комки, и от флизелина практически ничего не осталось. Получается, когда используешь флизелин, его придется заменять, если хочешь эту одежду носить в будущем, поэтому лучше всего даже, ну, как говорят, что скупает платье дважды, а вот лучше один раз купить флизелин и носить эту вещь. Конечно, все правильно. Это с учетом того, что жакет, он, в принципе, не предназначен для того, чтобы его стирали, да, ну, то есть, вот вы его не стирали, и он уже весь там скатался, он вот так себя повел, и это, ну, это масс-маркет, просто, это масс-маркет, поэтому тут, ну, как бы, нечем удивляться, они не могут применять другой уровень, вот, у них цель все-таки у них очень, у них есть порог цены, поэтому они экономят именно на этом. Вот. Да, классно, спасибо большое. А вот еще такой вопрос, можно ли использовать пары, когда приклеиваешь туплерин? Потому что кто-то говорит, можно, кто-то нельзя, вы как считаете, что вы скажете? Хороший вопрос. Давайте разберемся, что такое пар. Пар – это среда, в которой оказывается клей, ну, сама основа и в большей степени клей, который, соответственно, нам так важен для соединения. И у клея, у него есть определенные технические характеристики, то есть технолог, технолог, создавая тот или иной дублерин, он как бы продумывал, что вот этот вот клей я нанесу на эту основу, и он знает, технолог, технолог, который создает этот материал, дублерин, он знает, что вот этот клей, он раскрывает свои свойства, у него такие-то свойства, он клеится при такой-то температуре, и для этого клея нужна там сухая среда или нужна влажная среда, то есть у каждого клея есть требования, в какой среде он раскрывает максимально свои адгезивные, это значит связующие свойства, есть клей, которому нужен пар, а есть клей, которому пар не нужен, тут опять-таки мы ображаемся вот в технической характеристике и смотрим, если там написано with a steam, это с паром, или есть утюг с паром, соответственно, то мы делаем вывод, что именно этому клею пар нужен, он максимально раскроет свои свойства и ну как бы вот произойдет то самое хорошее соединение с тканью, если как бы ничего, если, например, написано сухое тепло, а мы используем пар, то просто мы получим результат, мы не знаем какой, это это так же как ну приводила уже такой пример с фиалками, да, вот у меня есть фиалки, я очень люблю фиалки, и если земля, я купила обычную универсальную землю, земля это среда для фиалок, универсальной земле у меня фиалки не цветут, то есть, ну это очень показательный результат, который сразу виден, а если я покупаю землю, на которой написано для фиалок, у меня сразу появляются цветы, то есть, в этой среде распускаются цветы, но с дублеринами все очень неявно, все очень завуалировано, к сожалению, да, потому что, ну клей это не цветы, вот, но по сути получается то же самое, мы не знаем, мы получим не тот результат, то есть, если написано для клея нужна сухая среда, значит, нужно создавать сухую среду, если для клея написано влажная среда, создаем влажную среду благодаря пару, тогда получим тот результат, который нужен. А вот сколько в секундах выпускать пары, это тоже индивидуально для каждого? Ну тут вот сложно, но я рекомендую, если в технической написано, что пар использовать нужно, то вначале вы его используете вначале там один-два пшика, один-два нажима, вы применяете, но потом половина времени должно быть испарение этой влаги, то есть, влага не должна остаться нисколько в ткани с дублерином и с клеем, нисколько, то есть, если вы применяете, то однозначно оно должно полностью выпариться. А что вы туда ставите? Да, и еще, кстати говоря, на технической характеристике я даю правила, сколько правил забыла, семь правил и восьмое заключительное, на которое обратите, пожалуйста, внимание, там каждый пункт имеет значение, просто про эти правила можно еще один эфир делать, еще один час, говорить, насколько важно это каждый пунктик, потому что реально это имеет значение, тут я пишу про очень жесткую поверхность, я пишу про пар, я пишу про тест полоски, то есть, вот эти вот важные, в принципе, про пар, да, вот я пишу тут, про то, как нужно давить, про то, как нужно считать секунды, да, это все влияет на то, как вы подружите ткань с дублерином. Классно. Спасибо большое. Будем завершать потихоньку, потому что у нас уже время, у нас уже время, если есть еще, конечно, ну, я думаю, поняли, что даже, казалось бы, такая узкая тема, но я бы могла еще раз, вот, еще-еще рассказывать очень-очень много, мне кажется, мы ответили всего на несколько вопросов из того, что мы хотели, вот, поэтому, если вдруг будет отклик, если вдруг захочется продолжить, мы можем еще договориться, да, и там через какое-то время, если есть необходимость, провести еще раз эфир, вот, или пишите вопросы, да, можно там в формате диалога, я постараюсь на них ответить. и еще рекомендую тоже на страницу Евгения перейти, потому что там очень-очень много постов, информации именно вот на такие же вот трепещущие вопросы, темы, которые у нас как раз и возникают, такие прям самые популярные вопросы, там все есть. И мне кажется, я буду вашим учеником на курсе, потому что мне хочется прям погрузиться в эту тему тоже. Давайте, у меня сегодня акция, сегодня заканчивается в 7 часов, или в 6, или в 7, в 6 часов заканчивается акция. Я сделала акцию на 2 дня, вот вчера, она и сегодня заканчивается. 20% скидка на все. Это очень хорошая скидка, поэтому прям залетайте, ваша жизнь, она просто изменится, все перевернется, вот честно, честно, обещаю, с ног на голову. В вашей жизни уже швейной не будет прежней, это однозначно, когда вы узнаете вот этот метод, когда вы будете дублировать по-новому, это будет, я буду очень рада. Хорошо. В общем, если что, переходите на страницу Евгении. Вот здесь был вопрос, чем отличается флизелин от дублерина, а Евгения подробно рассказала об этом, так что можете посмотреть эфир в записи, но если в двух словах, флизелин — это не тканое полотно, то есть оно просто там под прессом, через фильтры пропущено, склеено и так далее. А дублерин — это тканное либо вязное полотно. То есть там вы можете прямо нити увидеть. Они могут быть связаны как у трикотажа, могут быть крестообразно, как у ткани обычной. Да, но вот в этом и в этом разночь. Да, очень бывают интересные дублерины с разным переплетением, да. Ну и вывод, основной, который мы сделали, что дублерин выбираем, а флизелин лучше всего вообще на него не смотреть, если хотите носить одежду долгие годы и получать удовольствие, потому что флизелин отклеивается, он недолговечный, ненадёжный. Спасибо огромное, Евгения. Да, спасибо огромное. Всё, если будет необходимость, я на связи, я отсоединяюсь, сохраняйте эфир. Пока-пока. Спасибо, хорошего дня вам. Взаимно. Спасибо. Спасибо.